На карте России Потому что иначе жизнь попросту прекратится Сказочный остров из детских снов Окутанный дымкой преданий Воспетый писателями, художниками, музыкантами Разоренный, но восстающий вновь К тебе лежит наш путь, Валаам Чего ждете от поездки в Валаам? Не знаю, не знаю Приключений, впечатлений, эмоций вообще не знаю Ну и святые места Чего-то нового, духовного Божьего благословения Чтобы Бог восстал своего сердца Время поездки выбрано не случайно Как раз между днем памяти первых валаамских святых Сергия и Германа И международным фестивалем православной музыки В эти три дня хотим увидеть то Что обычно таится от беглого взгляда Понять, чем он живет Валаам Воздушные крылья метеора Приближают нас к заветной цели Но нетерпения нет и следа Сердце замирает в чутком ожидании Откровения, прозрения, исцеления Благодать покрова в невидимом спускается на души И сердце или слышно стучит В так повторяемой Иисусовой молитве Господи Иисусе Христе Помилуй нас Что вы делаете? Пишу я конспект вот этой книжки и местами Мне надо написать на нее рецензию А чего вы ждете от валаама? От валаама Еду я туда в пятый, кажется, раз Просто встречу чем-то родным Неодолимое желание вдыхать упругий воздух Ладоги Чтобы, вопреки всем законам физики Опереться на него и взлететь, как чайки Вновь выталкивает на палубу Вот, наконец, словно подводная лодка Из темных ладожских глубин Сплывает могучая гранитная глыба Покрытая суровыми северными лесами И над ними возвышается купольный крест Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Расположенный в северной части Ладожского озера Валаамский архипелаг насчитывает около 50 островов Валаам – самый крупный из них Поразительную природу Валаама Такой не встретишь нигде Много совершенно отвесных скал, идущих на высоту и на глубину Островки, мыски, бухточки, проливы, озерки Между густой растительностью и огромными гранитными скалами Валаамский архипелаг обладает удивительной, редкой красотой На сравнительно небольшой территории насчитывается около 480 видов растений Присущих различным природным ареалам Встречается более 200 видов птиц Слышите? Это... это чайки Зайцы, лисы, белки На безлюдных островках архипелага можно видеть лежбище, занесенных в Красную книгу ладожских нерв Здесь ловится лосось, палия, сик, хариус и другие ценные породы рыб И хочется славить Творца, создавшего такую красоту небесную Если земное изобилие здешних мест так действует на душу То каково же должно быть духовное воздействие Валаама, названного Северным Афоном? Первые упоминания об острове Валаам приходятся на 800 год до Рождества Христова В то время здесь были языческие капища, посвященные Велесу и Перуну Предание гласит, что апостол Андрей Первозванный со своим учеником Сергием Крестил языческих жрецов, среди которых был и будущий святой Герман Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа И о перенесении их в Новгород во время нашествия шведов в 1163-64 годах Когда опасность миновала, иноки перенесли обратно мощи своих заступников небесных на Валаам Именно здесь они их и встречали А вот раньше по этой тропинке водоносной Монахи-послушники носили воду наверх ведрами целый день Благоустройство монастыря иноки особенно преуспели во второй половине XIX века при Игумене Дамаскине Построили 18 храмов и часовен, дороги, пробурили в скалах колодцы А вот этот крест высечен на скале, поклонный крест Специально для того, чтобы монахи не забывали, что их труд во славу Господа Это необходимо, потому что даже без ведер подниматься очень сложно Теперь я понимаю, почему этот поклонный крест Это просто маленькая пауза, чтобы отдышаться Преображенский собор, главный собор на Валааме Здесь покоятся мощи преподобных Сергия и Германа, основателей обители Боясь поругания святыни, иноки иссякли в глубине скалы могилу И в ней скрыли мощи святых угодников, где они и поныне находятся под спудом Преподобные Сергий и Герман считаются основателями монастыря Наука, правда, утверждает, что они были учеными-греками Прибывшими в конце X века для крещения Руси Так ли это? Оставим этот вопрос историкам А сами поспешим прикоснуться к благодатным мощам подвижников Века, стоящих на страже духовных рубежей русского севера А это мощи преподобного Антипы Подвижника в середине XIX века, пришедшего на Валаам с Афона Среди его духовных чад были и миряне Перед кончиной он сказал им Приходите ко мне и рассказывайте обо всем, что вас беспокоит А я помогу И действительно помогает Песня Так думаю, что это то самое место, наверное, для которого был дан мне голос когда-то. Раз уж есть такой особый дар, то, конечно, должен я и отдавать что-то тому, кто мне этот голос дал. Поэтому вот здесь Валаам, конечно, это идеальное место для пения. Каждый год, сколько бы у меня не было поездок, гастролей разных, я всегда стараюсь здесь оказаться. Вот в этом году вообще минимально, буквально 12 дней, но тем не менее приехал. И я об этом мечтаю весь следующий год, когда окажусь в следующий раз на Валааме. Особое место. Провожать первый день на Валааме отправились на Никольский скид, но не попали. Свернули не на той развилке. Огорчились не очень. Ведь заблудиться на Валааме нельзя. Раз ты здесь, то уже на верном пути. Сняли незабываемый закат, словно вдаль тысячелетия манило за собой уходящее солнце, предлагая окунуться в первозданную красоту северного побережья. И подумалось вдруг, стоит Валаам у самого небесного истока, так и щедро льющего любовью Божью наши жаждущие души. В этой закатной тишине по-новому прозвучали слова святителя Игнатия Бринчанинова. Валаам освящен вместо богослужения как бы самою природою. Да, здесь должен был жестокосердный и воинственный скандинав изменять свои бранные суровые думы и ощущения на благоговение. Здесь должна была душа наполняться всем, что возносит душу человеческую к высшим ощущениям. В культурном пространстве русского севера Валаам занимает особое место. Окруженный со всех сторон бескрайними водами Ладоги, он вызывает в памяти образ сказочного острова, где живут праведники. За эти годы, что мы сюда ездим, мы заметили такую особенность, что все, кто сюда попадает хотя бы один раз, он потом обязательно приезжает снова и снова, потому что это такой, как сказать, остров, не просто остров в Ладожском озере, а такой, знаете, остров, наверное, в житейском нашем море. То есть это такой вот уголок такого вечного покоя, где человек может наконец остановиться и вздохнуть свободно. Здесь такой союз людей, людского творчества и природы красивой. Он как раз дает, наверное, человеку то, что он ищет, позволяет как-то по-другому посмотреть на себя и какие-то новые горизонты открывает. Здесь как-то, когда я рисую, я молюсь, и получается так, что работа вся получается с душой. Скид святителя Николая Никольская церковь первой встречает паломников на пути к Валааму. Посетивший остров Александр Дюма сравнил ее с только что вынутой из бархатного футляра драгоценностью. Скид был форпостом монастыря. Служба была здесь особенно тяжелой для монахов. Не все миряне отправлялись на Валаам с благими намерениями. Немало было и тех, кто вез с собой запрещенные монастырским уставом табак и алкоголь. Да и сейчас не все туристы понимают, что едут на святую землю. Но Валаам, кажется, способен смягчить любое, даже самое затвердевшее сердце. Знаменит Валаамский монастырь с адами своими. Сам, как огромный божий цветник. Здесь растет то, чего на этих северных широтах и не видывали. При Игумене-Дамаскине носили монахи землю 20 лет и взошли на голых скалах цветущие сады. Да не просто носили землю, а с молитвой. В этом весь секрет. Произошло это в середине XIX века. Деревья, которым более 160 лет, плодоносят, вопреки всем законам естества. Да здесь действуют какие-то иные законы. Помните евангельскую притчу о зерне, упавшем на камень и не сумевшем закрепиться и пустить корни? А на земле Валаамской и сосны прорастают сквозь скалы, утверждая победу духа над окаменевшей породой. Что уж и говорить о душе человеческой. Здесь и камни как будто дышат. И невольно думается. Если и есть рай на земле, так это здесь, на живых скалах Валаама. На Валаам приезжало очень много творческих людей. Зачем? За вдохновлением Валаам открывает во многом в нас творческие начала. И мы видим по-другому. Здесь человек может не снимать, никогда не фотографировано, еще вдруг у него он берет камеру и начинает снимать такие снимки, что просто дивы дают, что никаких образований не имеют. Владимирский скит Построен совсем недавно, к тысячелетию со дня представления святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Здесь находится иконописная мастерская, и братья эскидские, и сам настоятель – все иконописцы. Как и полагается монахам, они не многословные. Да и что тут говорить? Пусть говорят образы и краски. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его. Господи сил с нами будет, и ногу борозветь тебе, помощникам скорбь неимамы. Господи сил помилуй нас. В день преподобного Сергия Радонежского отправляемся на остров Святой, на скит преподобного Александра Свирского. Как много общего у этих святых. Обоими велась Богородица, оба основали обители в честь Святой Троицы, прославившись не только подвигами, но и учениками. Преподобный Сергий, собиратель земли русской, благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, с которой началось объединение Руси вокруг Москвы, покровитель московских князей. Преподобный Александр, покровитель их преемников, династии Романовых. Два столпа веры. Один просеял в центре Руси, второй на русском севере, в дихом, суровом краю, на небрешом пустынном острове. Господь возводит несверженный я, Господь любит праведники. Здесь, на острове Святом, начинался Валамский монастырь. Здесь, будучи преподобным Александром Свирский, прошел все послушание и принял монашеский постриг. Именно отсюда, по указанию Божию, отправился он на реку Свирь, где основал свой православный монастырь. Камни какие холодные. И влажность, влажность прямо. Руси живого Бога, и Божия от юности возлюбилась. Здесь Александр Свирский ископал себе могилку. Но по воле Божьей он должен был отправиться на реку Свирь. Но это воля Божья, ее не ослушаешься. Могила служила преподобному вместо кровати. Многочисленные паломники, молящиеся об исцелении души и тела, считают великим счастьем полежать на этом месте. Интересно, каково это, спать в могиле? Многочисленные паломники, Господь умудряет слепцы, Господь возводит несверженные, Господь любит праведники. Господь хранит крещенцы, сиро и гаву приемель, и пудрежь не пудрежь не пудрежь. Пока не знаю, что сказать. Это надо пережить. Вторично, трижды прочувствовать. А пока только какое-то непонятное чувство. Чувство, нет мира сего. Слава Вышне Богу и на земле и мир, в человеке глаголение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемся, славу словим Тя, благодарим Тя, великия, ради славы Твоей. Господи Царю Небесный, Божий Отче Вседержителю, Господи Синий Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе. Возвращаясь обратно, разговорились с трудниками, молодыми ребятами, спасающимися в монастыре от беды. К сожалению, очень распространенной среди молодежи. Все-таки благодать чувствуется. Это сильное очень. Но зато искушений очень много. Это да. Не без этого. Но, как говорится, приходится смиряться. Смирялся и в преподобный Александр. И стал святым. А без искушений как же. В святых местах, где благодати много дается, много и спрашивается человека, как ее применил. Но преодолением препятствий мы и растем. Земля – это взаем, взятое «ля» место на время, человеку, от Бога. Для чего? Чтобы на этом месте понять, что-то выбрать, где нам жить в вечности. Чтобы попасть в рай, что нужно сделать? Нужно делать как можно больше добрых дел. Можно, нужно, по крайней мере, кому-то помочь. Что-то. Ну, понимаете, все равно не изгадить себя до такой степени. А если даже ошибся, если упал, снова поднимаешься, идешь, каешься. Ты все равно чистишься. И ты понимаешь, что здесь и стараешься получше быть. То есть нужно жить с открытым сердцем? Да. Но ведь это очень больно. Это очень больно. Но вы знаете, это больно, а зато потом, когда боль проходит, знаете, какая радость? Просто радость. Откуда? Ну, изнутри Господь дает. Он же милует, он же, если попускает что-то, ну, например, перенести какую-то боль, то это не значит, что ты будешь постоянно с этой болью жить. Господь видит, что ты выстрадался. Вот. И он тебе дает такую радость, которая тебя укрепляет. И ты можешь в следующий раз, например, ну, что-то понести более серьезное. Вы знаете, каждый цветок, о чем кричит. Я вот, жалко, ромашки нет. Я вам дала посмотреть. Вот смотришь в ромашку и молчишь, а она тебе кричит, я тебя люблю. Кричит, нет, цветок даже. Это кричит Господь. Он так нас любит. Так вот, мы должны прочувствовать вот эту любовь и друг другу отдавать, и тем, кто не имеет этого даже видения. И звать их, что посмотрите, тут же любовь. Божья любовь, сотворившая миры, беспрестанно творит и нас с вами, совершенных, как Отец наш Небесный. Только надо услышать голос его, довериться всем сердцем. Силен ветхий человек, страсти его, не дающие до поры почувствовать эту любовь. Наделенный свободой выбора, предпочитает познавать себя и мир через боль и отчаяние. И лишь потом приходит к Богу смиренный и алчащий спасение. И любящий Отец не поминает прошлого и радуется каждой душе, обратившейся к свету. ПЕСНЯ 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 День встретил нас пасмурным небом, вот-вот грозящим разверзнуть хлябе небесное. Но разве может это остановить того, кто отправился в путь за новым откровением? Молча выходим из монастыря по старой дороге, окруженной с двух сторон хвойной стеной. Молчание, наверное, самое подходящее состояние для этой дороги. на протяжении веков Ладога была предметом спора между русскими и шведами. Многое претерпел монастырь за свою вековую историю от своих северных соседей шведов. Они не раз опустошали обитель, но словно птица феникс, она восставала из пепла. Среди насельников обители есть весьма интересные личности. Например, шведский король Магнус, которого в 1371 году спасли валамские иноки после кораблекрушения. Трое суток носили его ладожские волны. После счастливого спасения король отрекся от власти, принял монашеский постриг и на третий день отошел к Богу. Сейчас его упоминают как схимника Григория. Рассвет валамской обители был связан с именем Игумена Назария, который был специально вызван в конце XVIII века из Саровской пустыни. Он и начал каменное и духовное строительство в возрождающемся монастыре. Здесь покоится прах православных игуменов и других отцов, пока еще не причисленных к лику святых, но уже при жизни почитавшихся насельниками Валаама. Да, славен Валаам своими старцами. За многовековую историю обители не один десяток их пополнил воинство небесное. Оттуда помогают нам, прибегающим к их молитвам и наставлениям. Вспоминаются слова молодого трудника, живущего в монастыре уже пять лет. Монастыри – это чистка крови народа. Тысячи проходят через Валаамский монастырь. Остаются единицы. Но здесь молодые люди учатся верить, молиться, учатся многим вещам, которые пригодятся им в будущей жизни, в правильном построении семьи, взаимоотношений. Благодать Святого Духа разумляют и научают. И с этим человеком пройдет до конца жизни. Иоанн Крестьянкин рассказал, что ты попробуй в миру остаться человеком. Проще в монастырь-то уйти. Если ты можешь жить в миру, спасаться и не грешить тяжело, оставайся в миру. Если ты не можешь сегодня жить в миру и как бы хранить заповеди, хоть как-то держаться, иди в монастырь. Семинары академии чаще всего это какие-то сфоластические знания, это чисто теоретические знания. Когда мы проходим академию духовную в монастыре, мы проходим живую, бытийную, как бы опытную, опытную жизнь, опытную брань с искушениями, то есть и какие-то благодатные переживания, молитвующиеся, молиться, что-то с моим главным. Монастырское жизнь это живое, как бы, много общения, живое общение с Аристом. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так удача! Митрополит Киевский, наместник Киево-Печерской лавры, Павел только что приехал на Олах. Владыка, в чем вы видите задачу православной церкви в настоящее время разделения России и Украины? Сегодня самое главное нам не поддаваться на тот шантаж, который есть в Украине. Не исключается он и в России, и из России, потому что сегодня положена вражда, чтобы разделить нас от матери церкви, разделить нас от самого Христа. И сегодня нас ненавидит мир. Почему? И за что? Потому что мы не живем вместе с этим лукавым миром. Мы не разделяем вражды вместе с ними, мы не убиваем, мы не за слово, мы стараемся жить по заповедям Христа. Нам Господь дает силу и утешение в том, что это время, я не скажу, что последнее, оно близко к окончанию мира, потому что войны, болезни, землетрясения, засухи, затопления, все это есть. Только слепой не может увидеть и услышать Слово Христа Спасителя. Поэтому всем вам, всем вам желаю от всей души Божьей милости, духовной радости и единства. Слово Христа Спасителя. Я раньше был еще моряком, и за эти полгода, например, когда не видишь земли, у тебя есть немножко возможность задуматься о каких-то нематериальных этих вопросах и просто осознать свое место в мире, познать самого себя. То есть если мы научимся познавать самого себя, то вопрос познания окружающего уже не будет, наверное, стоять так существенно. В монастыре люди тоже должны быть особенные, избранные. Те, которым даже и тяжело жить в миру, и не надо им никаких женщин, как говорится, только чтобы с Богом пребывать. Вот такие люди, я не про себя это говорю, это вот такие люди, говорят, должны быть в монастыре. Должны быть избранные здесь, да. Другое дело, что все ли здесь такие избранные. Ну вот это же мы в житиях святых о таких людях читаем. Значит, брат сидел в келье, молился все время, и когда надо было на трапезу идти кушать, то есть, он плакал, потому что приходилось выходить из кельи, терять свою молитву, понимаете, останавливать молитву. Вот такие люди, да. Я думаю, что это даже, кстати, и в любом деле. Хотелось бы задержаться здесь, погрузиться в мир книг, открывающих духовной истины. Но нужно спешить на пристань Воскресенского скита, большую Никонову бухту, провожать круизные теплоходы, которые могут подойти к берегу только здесь, где особенно глубоко. Воскресенский скит здесь, по преданию, молился и установил крест Андрей Первозванный. Вот так же, наверное, смотрел он в эту водную гладь и видел то же солнце, что и мы. А еще, наверное, прозревал первозванный апостол великое будущее нашей страны. Приемники и его святые старцы безбожного 20 века предрекли «Возродится Валаам, возродится и Россия». Встреча с отцом Мефодием, македонцем, в начале 90-х годов, приехавшим в Россию, помогать этому возрождению, нас в этом убедило. Как вам здесь в России? Россия – это Третья Византия, Третий Рим. Это страна, которая является столпом и утверждением нашей голубой планеты, всему человечеству, всему Адаму. Если бы я этого не знал, я бы не приезжал в Россию. Русский народ – это богоносный народ, боголюбивший народ, носитель духа, носитель святости, святая Русь. Все наши маленькие православные народы, особенно славянского происхождения, они глазами на святую Русь всегда смотрят. И большое упование, и надежда, что Россия спасет мир, приведет нас к Богу, даже самих упрямых. А что вы делаете, когда встречаетесь с такими? Молимся за них, любим их, обнимаем их, желаем им спасения. В духовной жизни, как в подъеме на колокольню, чем выше поднимаешься, тем больше раскрывается. Может перехватить дыхание, могут задрожать колени, но главное – не останавливаться. Знать, что с Богом и верой в сердце можно подняться на духовные высоты, казавшиеся ранее недостижимыми. Мы сейчас находимся на Звоннице, это самое высокое место на Валааме. Ведь это тонны, тысячи тонн, а ощущение легкости, парения этих куполов, вот, и крест, который это все венчает. Необыкновенное чувство, чувство счастья. Нет, не зря Господь уготовил эту землю валаамским монахам. И не зря было сказано, возрождение Валаама – это возрождение России. Тысячи и тысячи паломников устремляются на духовный магнит валаамской обители. И не только на праздники помолиться и просить о своих нуждах – нет. Стремятся потрудиться здесь во славу Божью, преображая себя и мир вокруг, слиться в единый духовный организм, служащий Богу. Это так ясно нам стало на главном празднике обители в честь чудотворной иконы Валаамской Божьей Матери, покровительницы Валаама и России. Мы здесь познакомились в прошлом году. Уже натрудились здесь, оба просто так познакомились и вот приехали. Помолиться, поблагодарить. Поженились, повенчались, вот пополнение. Поехали, поблагодарим каждому верующему человеку, потому что атмосфера особенная, необыкновенная, особенная. На Валаам я всегда еду с таким чувством любви, любви к тому, что есть такие острова, есть глоток. Знаете, это глоток такой вот свободы, которую мы все хотим, свободы любви, любви к их людям. И там я иду, получаю, я весь восхищаюсь там, в плане. Богородицы, дева, радуйся, Благодаря, моя Господь, с тобою, Благословенно ты, Жена, Ты благословен, лучший лепот поеду, Я, Госпаса, родила, и седу нужно жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok